Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рад видеть тех, кого уже видел, тех, кого уже вижу и думаю, еще рассмотрю. Но сегодняшний концерт, уже как бы понятно, чему он посвящен, или что за тема этого мероприятия. Ну, как говорится, случилось. Три года и три месяца прошло с выхода прошлого диска, который назывался «Определьные режимы». Три года, собственно говоря, и предыдущие, практически вот столько же времени заняла работа над ним, и почему-то быстрее не получается. Хотя, я бы скажу, конечно, вообще бы не получилось, если бы не добрые люди, если бы не друзья. Я должен об этом говорить, потому что все-таки это презентация. Действительно, не было бы этой пластинки без спонсорской помощи. Она бывает разная. Это и денежные средства, и другие способы, как один мой близкий друг говорит, Анисимов, тебе надо дать волшебный пендель, чтобы ты быстрее работал над диском. Были такие пендели, действительно. Огромное спасибо генеральному спонсору всего этого проекта. Это Иркутский авиационный завод «Иркут» и лично генеральный директор Александр Алексеевич Вепрев. Огромное спасибо заслуженному летчику-испытателю, начальнику и испытательного комплекса Иркутского авиазавода Сергею Михайлюкову, моему замечательному другу. Еще одному моему другу уже с Украины, начальнику Харьковского аэроклуба Сергею Филатову. И всем, 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 кто ждал выхода этого альбома. И постоянно мне об этом напоминал. Петь буду в порядке тех песен, как они на диске, скажем так, расположены. Но, наверное, большинство знает эти песни, потому что в течение этих трех лет они появлялись, я их пел. Разумеется, на диске они в аранжировках. Звучит это несколько по-иному. С первой песни все очень просто и непросто. Уже когда вот вышел диск «Предельные режимы», меня многие спрашивают, почему нет песни «Я летчик». Я говорю, очень просто почему, потому что она есть на предыдущем диске «Я летчик». нет вот и даже главком Виктора Николаевича Бондарева. Почему мой летчик, они? Вот. Я здесь все-таки принял такое решение, идя навстречу пожеланиям трушеников неба. Первая песня именно эта. Я летчик. Красивая форма лампас голубой, и даже завидует кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолет – это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать, за это готовый я полу жизни отдать. И я летчик. Ни черта не был я душу продал, мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый тенечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, бочку сделаю в горку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько жертв. Я летчик. Комбис весь в поту можно просто отжать. И кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть во праве стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый день ночи. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горбус делаю в бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. По нити глиссада иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. Квартиры свои у меня просто нет, общага мой дом, общий душ в туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый день ночи. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка Притабить терплю, но небо родное, предать я во век не посмею. И землю я тоже конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею… Я летчик. Он говорит, да ладно, поболтаем. Песня «Я летчик» звучит на альбоме целых два раза, открывая и закрывая альбом. Ну, я думаю, наверное, она имеет на это право. Я написал ее четверть века назад, в 1991 году. За это время авиации великой страны чуть было не стало, ее чуть было не уничтожили. Страны не стало. А тогда, в 1991-м, я не мог представить, что летчики с тоской будут смотреть в небо, что авиатехника будет гибнуть на умирающих аэродромах. Но так же, как и не мог предположить, что спустя четверть века спою вот эту свою песню в сопровождении одного из лучших военных оркестров Европы. Спою в то время, когда авиация начнет возрождаться, и летчики наконец-то вернутся в небо. Вернуться, чтобы работать в нем по своему назначению. По самому прямому назначению. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ, и многозвездный наш отель, апартаменты, экстра-класс, удобство снаружи, порвало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт, но видим только с высоты мы эти красоты. В процессе работы мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз, и многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе нет аэтикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбой и ракеты Скачиваем в цели, Словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый валит боевой, От напряжения кипишь. Кабина словно дом родной, Вот только жаль, мне не поспишь. А хочется очень, Особенно ночью, Которой месяц не до сна, И не уйдешь на бюллетень, По распорядку здесь война, Что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на пределе, Назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте Выпадем с небес, И сразу станут цифры двестия, Духи всего крест. Прицельные марки, Токи, крестик, Миг на них поставит Жирный крест. Мы делаем здесь то, Чему учились. Все годы на занятиях И учениях Буржуи возмущались, Но случилось. Мы в деле по прямому назначению, Нам в этом небе Нам в этом небе нет Этикета. Сюда не отдыхать Пришли не в гости. Мы днем и ночью Бомбы и ракеты Вколачиваем в цели, Словно гвозди По самому прямому Назначению. И вероятные друзья Нам скажут просто Very good Летать по многу им нельзя У них нормированный труд Им бедным не сладко Жить по распорядку К смертям уже не привыкать С годами стали мы грубее Два раза нам не умирать Но не привыкнуть хоть убей Нам жить в половину И к выстрелам в спину Минует нас по воле форта Смерть и холодок Года спустя Полетные карты Выцвевший листок Напомнит нам до боли ярко Ближний, но далекий Столь восток Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи были против, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нет этикета Сюда не отдыхать пришли Не в гости Мы днем и ночью Бомбы и ракеты Скалачиваем в цели Словно гвозди По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению Премьера этой песни состоялась уже скоро год Как на авиабазе Хмеймин Я дал Я горжусь, честно говоря, этим Я дал там шесть концертов Каждый раз встречал там близких мне друзей и знакомых Однажды даже встретил отца и сына летчиков Представляете, как бывает Первый раз, честно говоря, воспринималось все как-то по-другому Весело, конечно, не было Было тревожно, но не настолько, как это было уже вот крайний раз Было спокойнее Когда собирался туда летом Так получилось, что Ну, относительно незадолго до Вот, визита туда Мы по телефону говорили с Рифатом Хайбеколиным Говорили, ну, скоро увидимся Увидеться не удалось Рифат стал героем России посмертно Честно говоря, с того времени я стал сильно нервничать за них Вот, когда в сентябре оттуда мне позвонил мой хороший друг Поздно вечером, уставший голос такой Поговорили вообще ни о чем Ну, говорю аккуратно, не там Самое интересное, что, оказывается, когда я там выступал, они там были Но там у вертолетчиков есть еще отдельные площадки Куда я пытался проникнуть, но сказали, ну, его нафиг, от греха подальше И вот мы с ним поговорили Я вот стою с телефоном А у меня на противно стене дома висит календарь Который мне подарили на прошлом концерте Замечательное такое изделие Но мне очень нравится Там на каждый месяц какое-то фото со мной Где выступление, либо я с друзьями своими И какой-нибудь четверостиший из моих песен Вот И это был сентябрь Я вот поднимаю глаза на календарь А там мы обнимаемся вот В четвером Ну, я и четверо Ротолетчиков Одного нет Это Игорь Бутенко Один только что позвонил И смотрю, а там написана песня, которая как бы она веселая Но в тот момент она мне просто у меня жуть взяла Было там написано Нам домой вернуться нужно С вертолетиком мы дружно Под огнем Свой танец кружим Он герой, я именно горжусь Я, честно говоря, никогда в жизни так не ждал конца сентября Как вот в этом году Я вот говорил, что я буду петь каждую песню вот в том порядке, как они на диске Все-таки я решил от традиции не отходить А третья песня это вот тем, кого с нами нет Даже не думал, что вот именно эту песню спою Потому что действительно получается, иной раз Мы общаемся И не предполагаю, что это может быть последним общением Можно не договорить чего-то Это стихи Геннадия Шпаликова Замечательного человека, который уже давно не с нами Который известен по различным сценариям Ну хотя бы «Я иду, шагаю по Москве» кинофильма И это песни Вот, я когда-то эти стихи положил на музыку Людей теряют только раз И след теряя не находят А человек гостит у вас Прощается И в ночь уходит Прощается И в ночь уходит А если он уходит днем Он все равно от вас уходит Давай сейчас его вернем Пока он площадь переходит Давай 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 сейчас его вернем Немедленно его вернем Поговорим И стол накроем Весь дом вверх дном Перевернем И праздник для него устроим Весь дом вверх дном Весь дом вверх дном Перевернем Людей теряют только раз И след теряя не находят А человек гостит у вас Прощается И в ночь уходит Прощается И в ночь уходит Прощается И в ночь уходит Прощается Берегите себя И, конечно же, берегите друг друга Следующая песня Ну вот все, возвращаемся мы к диску Третья там песня Название к ней придумал Мой хороший, замечательный друг Евгений Хлуднев Гадета был заместителем командира авиабазы В Большом Савино В Перми На МиГ-31 летал Сейчас уже летает в авиакомпании Россия В Санкт-Петербурге Я ломал голову Иногда, ну, название песни Это всегда очень достаточно сложно На концерте Это просто, когда дело доходит до альбома Сталкиваешься с какой-то проблемой Вот, где ты ломаешь голову Там уже у тебя все написано Это воздушный кораблик Ну, это песня про самый большой истребитель Две людных смены На сегодня в плане И на стоянке ждут нас корабли Заря разлилась алой краской В пятом океане Со штурманом отчалем от земли Рев двух сердец двух пламенных моторов Нас граждане за грохот упрекнут Вдвоем мы патрулируем пространство Щитом Бескрайней химоничной страны Под крыльями Поблескивают реки И небо по маршруток как проспект Там на земле нас ждать остались Вынутые чеки И значит на чеку Боекомплект Ракеты мирно дремлют на пилонах И верят, что не будут с ветерком Отчаянно носиться на различных эшелонах В погоне за каким-нибудь врагом Кругом волшебных облаков убранства Наш дом на все четыре стороны Вдвоем мы патрулируем пространство Щитом Бескрайней химоничной страны По облакам корабль как по волнам Хоть сорок тонна словно на легкие Если что, мы можем при желании На полном увидеть звезды днем На потолке Ну, а пока увидеть бы Люж В просторе океана Голубом Кораблик наш воздушный Он ведь тоже хочет кушать Он пьет Наши мировые узелком Кругом Волшебных облаков убранства Наш дом на все четыре стороны Вдвоем мы патрулируем пространство Щитом Бескрайней химоничной страны Как в гавань корабли Идем снижаясь Отряд вернулся Самолет и вред И пусть нельзя мы курим На стоянке Улыбаясь Пока машины техники чехлят Усталые, но радостные лица И громче нет Бескрайней тишины Дай бог нам уходить в полет По плановой таблице Когда по плану Значит без войны Кругом Волшебных облаков убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем пространство Щитом Великой И родной Страны Иgnем Игна 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 Аплодин Игна Игна Спасибо По поводу этой песни Когда там не один товарищ полковник Он уже был в запасе, не в Перми было, по-моему, в Липецке, и он, ну вот, ты бы написал песню про истребителей, я говорю, да у меня есть про истребители, там вот ромбик, он говорит, нет, это все про Кубинку, это пилотажники, это не истребители, вот истребители, ну я потом написал песню про МиГ-31, говорю, вот тебе песня. Он, не, ну МиГ-31, это не истребитель, да что же это такое? Следующая песня на диске, в свое время, когда она только появилась, я где-то на каком-то концерте заикнулся, что вот она тоже без названия, как-то помимо моей воли, там, или как это сказать, в интернете даже какой-то пошел конкурс на придумывание названия этой песни, в итоге, все-таки я ее назвал так, как сам, ну просто для себя ее называл, Маш. День сегодня не задался, я чуть было не проспался, вроде не гудели мы вчера. Зацепил, распил будильник, как любимый подзатыльник, ну вот и Маша, доброе с утра. Сдуру видно, спа, заранку, зря дневник я взял у Ваньки, в школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь по пашу, точно летчик без царя в башке. Точно летчик без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты, командир навстречу дне к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит, что ж такое нынче полутру. Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят, доктор скажет, летчик не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно. И никто не пилит, не орет. Я бы здесь пожить остался, в жизни ледно прописался. Но уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, кран-шасси на выпуск ставлю. А где тук-тук? Не слышу под собой. Лампы красным симафором, мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-па. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, ответ, советы. Делай то, не делай это. Шеф-то поведет ласково, держись. Танцевать я мне, бери, но с перегрузки в плюсы в минус. Знака переменна, все как жизнь. И совсем не бережливо, самолет я в хвост и в гриву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стадная птица, нам с тобой нельзя убиться. Маша, мне такого не простит. Маша, мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Водают, ты слышал, милый, помогай мне, что из силы. Хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвезти. Нам никак нельзя их подвезти. Прочь, фонарь, мы на глиссаде. Мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе оста. Ты контрактор пронесешься, в ограждение уткнешься. Борозду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Черт, и командир тут с ними растолкает всех, обнимет. Что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам, па-пам. Блин, пошутил, небось, про орденок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, Улыбаясь, тую налегке. Ванька мне доложит, бойко, что исправил кол на тройку. Горизонт выходит из пике. И меня обнимет Маша, принесет борща и кашу. Нам твоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно ни старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. Мы вернулись, я и самолет. Спасибо. Часто спрашивают, конечно, или всегда даже спрашивают, откуда какая-то песня, что случилось, что было. Врать не буду, конечно. Есть какие-то события, какая-то мотивация написания определенных вещей. Иногда это необъяснимо. Ну, конкретно с этой песней это, наверное, какой-то такой собирательный образ. Хотя, наверное, больше всего поводом стал мой приятель в Липецке, Леша Хакбердыев. Как я его прикалываю, говорю, это у вас наследственное. Просто отец у него, ну, сейчас уже полковник в отставке или в запасе, он два раза садил Су-25 с невыпущенными шасси. Леша посадил в 2010, в декабре 2009 года, ночью Су-25, не выпустив шасси в Липецке. Ну, не знаю, кстати, орденок он получил, орден мужества. Вот. И я, ну, не то что горжусь, как бы, мы сделали программу, и где сюжетом был небольшой такой штрих вот именно об этом событии. Ну, летчики не считают это подвигом. Это работа, как мне недавно один герой России сказал. Ну, я всегда говорю, и не только я, что если героя нет, его надо выдумать, а здесь выдумывать не надо. Вот. И вот, ну, орденом его наградили через полгода после того, как наша программа вышла. Не знаю, это повлияло или нет, ну, по крайней мере, это случилось. Я уже говорил, что, конечно, я очень благодарю всех, кто сегодня сюда пришел. Это очень здорово, мне здорово всех видеть. Я особо благодарю тех, кто, я знаю, было очень трудно сюда вырваться, но они вырвались. И вот у меня тут, вот там сидят замечательные ребята, ну, я могу их так называть. Это герой Российской Федерации Сергей Богдан, летчик-эспытатель. Это герой Российской Федерации Олег Мутоев, летчик-эспытатель. Это мой замечательный друг, который буквально в прошлом месяце установил несколько мировых рекордов на самолете Як-130, летчик-эспытатель Андрей Воропаев. Это я к чему говорю. Следующая песенка, она, конечно, в первую очередь для них, ребята, это для вас. Кстати, одним из первых ее, если не первым, услышал как раз Сергей Леонидович Богдан у себя на кухне с Леной. Я долго думал, опять же, вот история с названием, как ее назвать. В итоге получилось очень сложное и замысловатое название. Для нас звучит как посвящение испытателям. В небесную обитель мы приводим их, как в сады детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и родней. Мы словно воспитатели, а небо будто школьный класс. Они же, как испытатели, испытывают нас. И в небесах распахнут их перемещаясь вверх и вниз. Играем с ними в шахматы, где жизнь, как будто главный приз. И каждый раз, как в первый раз, они бывают здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим, но в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть в солнце и тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горе предложат, полцарства за него мы точно обгажем. Летая на всего, что летает и даже на том, что летать пойти не может. Болтают обыватели, что мы живем, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, считают, что у ног весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелек. Когда останется родным на память шлемом и орденок. И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем, но в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть в солнце и тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно обгажем. Летая на всём, что летает, и даже на том, что летать спойти не может. По краю наставлен не ходим, вот ещё в тот край найти. Чтоб не было сомнений, и возле ты мог сказать, лети. Любимому ребенку, что за годы научит жить. И в лебедя-утенка смог, как в сказке, превратить. А после тети новые, которые северней умней. Старптивые, рисковые, нету вновь для нас родней. И снова непослушный голос перед руками. И прийти, они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и учим, в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть в солнце и тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно обгажем. Летая на всём, что летает, и даже на том, что летать спойти не может. Мы в небе летать и работать и учим, в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце и тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно обгажем. Летая на всём, что летает, и даже на том, что летать спойти не может. Летая на всём, что летать спасти не может. С этой песней тоже какая-то история была. Это вот достаточно давно было. Иногда песни-то рождаются спустя годы. Ну, так бывает. Сегодня буду одну такую песню петь. Так и здесь. Я не помню, куда я ехал в командировку. Ехали в командировку по какой-то авиационной линии от телевидения. И, ну, как у Андрея Макаревича появится, вагонные споры – последнее дело, когда больше нечего пить. Пить было что? Споры, соответственно, были ещё больше. И вот как-то разговор так переключился в большую конкретику авиационную именно касательно лётчиков-испытателей. И вот такой обыватель, я иначе не могу назвать, сидел в купе. И он говорит, да что теперь испытателя, как бы там риск-то никакого, всё просчитывает компьютер, и потом только лётчикам необходимо поднять самолёт и выполнить задание, которое просчитано на компьютере. Мне, ну, в той ситуации даже что говорить, человеку объяснять… Я, может быть, поэтому какую-то такую поверхностную песню написал. «Испытательная работа, вот они скажут, она гораздо глубже…» Не то, что «гораздо», это такой пласт, я даже не знаю, как его песни описать. А то, что современная испытательная работа, она была, есть, остаётся опасной. Ну, просто вот, ну, на такой ближней памяти это Олег Спичка, Александр Кружалин, Сергей Рыбников. Это те, кто вот ушли в свой крайний испытательный полёт. То есть работа остаётся и будет всегда опасной. Ребята, спасибо вам, возвращайтесь обратно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, по поводу следующей песни, я просто вспоминаю всё время как-то случайную встречу здесь, 85-летие военно-транспортной авиации было. Я выступал на Поклонной горе, сюда собрали многих транспортников с разных полков. Я встречаю своего близкого друга Олега Калинина из Псухова, я говорю, ёлки-палки, ну вот вас достали, тут ещё и сюда притащили. Он говорит, слушай, говорит, это так хорошо, что нас сюда притащили. Ну, хоть, во-первых, медальку Нестерова получила, во-вторых, хотя бы отдохну. А то, говорит, только в артек летаю, смену белья успеваю поменять и вперёд-вперёд. Маршруты пишем в небе над землёй, Посадки словно знаки предпинаний, Устали от внеплановых заданий, Здоровый сон, несбыточной мечтой, И кто бы нам скомандовал отбой. Домой я не успеваю, позвоню, Жене скажу, что снова улетаем На север, и когда назад не знаем, А сам на юг с ребятами махну, У нас сегодня чартер на войну. Солдатики поднимутся на борт, И если мы отправимся в весну, Нас не курорты ждёт, а аэропорт, У нас сегодня чартер на войну. Городой глиссадой, словно камнем вниз, Коллеги за бугром так не умеют, Мальчишки все притихнут и побелеют, Нормально, лишь бы кто-то не раскис. У нас заход всегда здесь, как на бис, Их увезут, а привезут других. В обратный путь мы снова санитарим, Мы с доктором кому-то шанс подарим, Дай бог, чтобы этот путь не стал для них, Дорогой намерений благих. Солдатиков на борт к нам занесут, Для них теперь так много на кону, Кому-то не судьба и не спасут, Бой прок и чартер в чартер на войну. Луна таблеткой в блистере висит, Идём ночной глиссадой к дому вместе, И привода огни, как будто крестик, Который нас спасёт и сохранит, Господь нас всё спасает и хранит. А думаешь, где-то она, моя любовь, Шутя мне скажет, где вас буря носит, И что за пятна на комбезе, Спросит, пусть бог простит, Но я совру ей вновь, Скажу, что это кофе, а не кровь. Спасибо. Я всё-таки вот думал долго, что вообще происходит на презентации. Обычно приглашается группа товарищей, которая участвовала в проекте. Их участвовало много, поэтому, ну даже если было бы и немного, Основная, как это, была такая знаменитая «Могучая кучка». В девятнадцатом веке, по-моему, я по музыкальной литературе проходил, Когда учился в музыкальной школе. У нас тоже была такая «Могучая кучка», их сегодня со мной нет, Но я всё равно хочу немножко об этом рассказать, Об этих людях замечательных, без которых, естественно, этот диск не состоялся. В первую очередь, это мой близкий-близкий друг, С которым мы работали над всеми моими дисками, Начиная с пластинки «Ночь. Такое время года» в 2004 году, Вот уже 12 лет, ну реально 13 лет мы с ним работаем. Это Сергей Сухомлин, известнейший аранжировщик, Известнейший не только в Беларуси, Он титул аранжировщика года в Беларуси неоднократно получал, И у него международные премии, И, ну он работает вообще, ну как-то, такое слово, конечно, в попсе, Но вот мы ещё вместе, по дружбе, ещё и со мной. Он неоднократно был на Евровидении, писал песни для этого конкурса. То есть такой не сильно заметный человек, Но при этом, как бы, в этой музыкальной тусовке очень известный. Это вот основные аранжировки, сведения местами соло-гитара Сергея Сухомлин. Ещё один мой замечательный друг, это, я не скрываю, вот на диске там много гитары, Там не везде я играю, далеко не везде, Потому что, ну одно дело на концерте тут сыграть, Я считаю, что на диске должно быть всё безупречно. Безупречно я не умею. Поэтому все такие вот лидирующие партии на гитарах исполняет Сергей Егорыч Антишин. Те, кто были на моём концерте в последние десятилетия, Это человек, которого я очень давно знаю, С которым я мечтал выступить на протяжении, ну, почти 20 лет. А он работал с песнирами, он работал с Юрием Антоновым. Он сейчас работает в таком коллективе, как оркестр Михаила Финберга. Он джазмен года, неоднократный. Ну, просто такой очень весёлый, замечательный человек. Я, кстати, надеюсь, я, ну, так предваряю, говорю, Что уже сегодня здесь можно покупать билеты на следующий концерт, Который состоится, конечно же, 23 февраля. Вот. Приходите. И я надеюсь, что есть... Ну, там в рекламе будет. Либо я, либо мы вдвоём. Очень хочется с ним вдвоём выступить. Ну, и он тоже хочет. Но получится или нет, потому что оркестр очень востребованный. И они постоянно в гастролях. Ещё со звуком мы работали в двух студиях. С Антишином мы записывались. Есть такая минская студия «Бегемот». Ей руководит Алексей Зайцев. Он тоже такой очень выдающийся аранжировщик, звуковик, если так можно сказать. Он преподаёт аранжировки и звук в Белорусской академии искусств. То есть, ну, уровень понятен. Это... Ну, мне с этими ребятами очень комфортно работать. Я честно говорю, мы можем засесть в студии там на полдня минимум. И это такая живая работа. Что-то не понравилось, что-то переиграли. Конечно, авторская песня, она... Это не Эбиро, там, с Битвы залетим более Пинк Флойд где-то, когда там, ну, это просто... Работа на много лет плотная. У меня там она тоже на много лет, но не плотная. Это Сергей Зенченко, дизайнер всех моих дисков. Многие иногда обращают внимание и говорят, ну, где ты его нашёл? Ну, во-первых, уже по этому новому диску, который здесь сегодня продаётся, вот военные не спрашивают, а некоторые граждане спрашивают, а что это зелёного цвета? Один мне даже сказал, говорит, есть фильм «День выборов-2», там портвейн зелёный. Я говорю, всё очень просто. Вообще этот цвет тот, который, когда смотришь в приборы ночного видения военный. Ну, сейчас немножко другая цветовая гамма, ну, в принципе, вот оно, идея была такая, дизайнерская. Про Серёжу могу рассказать, что закончил он Минский институт иностранных языков, воевал в Анголе военным переводчиком. И как-то однажды вот мы сидим, он говорит, слушай, ну, там, что-то-то-то-то, я там про вертолётчиков, он говорит, о, говорит, у нас был такой вертолётчик, ну, ты его вряд ли знаешь, но у него фамилия странная, Кук. Я говорю, ну, конечно, я даже через сына привет передам. Вот, представляете, какой мир тесный, Сергей Викторович, считаю вам так, на всякий случай тоже. Вот, и вот, будучи военным переводчиком и так далее, человек впоследствии как-то увлёкся дизайном настолько, что неоднократно брал золотые статуэтки на международных конкурсах дизайна. Сегодня в одной известной дизайн-студии в Минске занимается промышленным дизайном, и не только, в общем. Ну, вот, мы все такие, наверное, у кого образование непрофильное. Вот, Сухомлин, он инженер-строитель, Зенченко, Ильяс, вот, я инженер-строитель, военный, а некоторые считают, что лётчик, а ещё и тележурналист в итоге оказался. И также человек, у которого в типографии печатались эти все диски, это Денис Ревяка, такая фирма-студия «Дизапресс» в Минске, он автогонщик. Ну, это, вот, я не знаю, что для души, наверное, автогонки, а печатная эта работа, полиграфическая это, ну, это работа. Надо сказать, что «Диски о лётчик», когда самое первое издание выходило, если у кого-то оно было, наверняка там, где на обложке я там в США улыбаюсь радостно, такой, который вот разворачивающийся диск, как сейчас, сейчас этим уже не удивишь, а тогда, когда он выходил в 2006 году, ну, в России они, может быть, уже и были, ну, не может, они были, а в Белоруссии это был первый вот такой проект, потому что, ну, у человека вот такой технический взгляд. Я привёз из России, там, не помню даже, чей диск какой-то, вот говорю, «Денис, хочется вот такой». Он посмотрел, посмотрел, он говорит, «Будем работать». Вот, там что-то резал сам ножницами, ещё чего-то и так далее, ну, и в итоге вот тогда это получилось. Ну, вот эта команда мне нередко предлагают, «Давай вот с нами». Я говорю, нет, у нас есть своя команда. Единственное, конечно, ну, могут не то, что меняться, это опять же мои близкие друзья-фотографы, потому что фотографии бывают разные. На, допустим, диске «Я лётчик» — это Николай Леонов, там фотографии были, Игорь Руденко. На предыдущем предельных режимах — это Алексей Нагаев. Здесь, на центре разворота фотография — это такой, ну, непрофессиональный фотограф Николай Анисимов. Ну, потому что в Ми-24 было сложно в переднюю кабину запихнуть ещё оператора, который бы сфотографировал меня. Вот, ну ладно. Много текста. Просто я, когда вчера, ну, многие звонят с Москвы, говорят, ну, ты едешь? Я говорю, да, я еду. Ты самолётом или там поездом? Я говорю, я на машине. И такая, ну, какая-то пауза чеховская. И потом, ну, некоторые какие-то такие размышления насчёт сумасшедствия. Это как раз, когда тут в Москве был какой-то транспортный коллапс, и не все в один голос говорили «Нельзя». Ну, к счастью, ну, дорога была плохая, но уже, конечно, ликвидация последствий какая-то наступила. Это «Я всё к чему». Это к следующей песне про погоду. Ветра с утра вовсю в полях гуляют, Устроили какой-то шумный пир. И тучи землю клочьями цепляют, Как будто бы замёрз. Молчит эфир. Наверное, уж лучше снег в июле, Чем этот ливень, молнии, и гром. Синоптики нас снова обманули Про дробь до самых плит. Аэродром. Осябли на стоянках самолёта, Нас терпеливо ждут. Мы не идём. Погода прекратила все полёты, И мы к земле привязаны дождём. Ждём. И жёны радость тщательно скрывают, Дождя, увидев слёзы на стекле. Пускай гремит, и молнии сверкают, Спокойней, пока мы на земле. И кажется, что небо цвета хаки, Его расчертит молнии зло. Грустят аэродромные собаки, Укрывшись от ненастья под крылом. Осябли на стоянках самолёты, Нас терпеливо ждут. Мы не идём. Погода прекратила все полёты, И мы к земле привязаны дождём. Ждём. И небо, как компьютер вдруг зависло, Мы на высотке, будто под шатру. Ударит шар бильярдный, Словно выстрел. И где-то канонады фронтов грома Напомнит нам о том, как мы летали В свинцовых небесах, дождях войны. Погода нас тревожила, Едва ли летали, Только ждали тишины. Осябли на стоянках самолёты, Нас терпеливо ждут. Мы не идём. Погода прекратила все полёты, И мы к земле привязаны дождём. Ждём. Осябли на стоянках самолёты, Нас терпеливо ждут. Мы не идём. Погода прекратила все полёты, И мы к земле привязаны дождём. Ждём. Спасибо. Со следующей песней, которая на диске, мне всегда сложно по некоторому репертуару. Я считаю, что она не совсем, может быть, вписывалась в общую концепцию. Но, тем не менее, она исключительно авиационная, И никуда было не деться, Просто главное было придумать, Куда её там вставить. Вот, мультипликационно-патриотическая песенка. В тридевятом лётном царстве По тревоге всем подъём, С исключительным коварством Прилетели к нам с мечом, Но мы помним поговорку, Что в итоге этот меч Может в ходе всей разборки Неприятностей повлечь Супостату что-то с плеч. Мультиледи джентльмены К нам с агрессией войной Супермены, спайдермены, Монстры, симпсоны, толпой Покемоны поголовно Весь диснеевский народ По команде вероломно Нам устроили налёт Прилетел Мультяшный сброд Кот Матроскин вскроет сынки И обоймы все набьёт Срочно швейную машинку Переделал пулемёт На себе порвёт тельняшку И оденется в мундир Грозно ряпнет всем мультяшкам Что отправит на гарнир А ещё башка секир Двое из ларца доложат Видится ли наш радар Эскадрилья бабок-ёжик Вылетает на удар Бабки лопят без осечек Всех мультяшек в прах и пух Их наводит наш разведчик Он под шариком облух Тручки в небе, Винни-Бух Рота Шреков наступает С ними ниндзи заодно Им навстречу влетает Грозный Карлсонов звено Дядя Фёдор, снайпер, лётчик Бомбы их хучно положил Это авиановодчик В цели точно подсветил Это генокрокодил Отопьём мы все набеги Голливудовских утят Змей горыны через тратинги На задание летят Не успеет, не ударит Скоростной зелёный пшик Наш с фонариком комарик От него оставит пшик Наш комар Чернил и комшик Крокодилов, чебурашек Примет кобрик самолёт Что там транспортникам нашим Им команду и в полёт На борту весь полк Мутяшный самолёт Ковёр летит Весь пойдёт десант Отважный Волк и Саяц впереди Супостат Ну погоди В нашу сторону ракета Дело, видимо, от табак То ли Макдоналд Дуглас Это то ли жадный скруж Макдак В отеноре мрачнее тучи Жизнь жестянка Вечно пьян Развернёт корабль летучий И направит на таран Прокричит Но пасаран Их мультяшка в заграничном Обломает все мечи Нас согнуть проблематично Мы ведь стёрты калачи Будет бит Дисней в итоге И отправлен на утиль Коль поднимут под тревоги В небо наш Союзмультфильм Мирный наш Союзмультфильм Спасибо Ну да, тоже Как-то В одном мероприятии Виктор Николаевич Бондарев сказал А что, я теперь уже Воздушно-космические силы Союзмультфильм Годом называй А кто-то меня Не помню Уже кто-то из друзей спросил А что это ты тут Карлсона сюда припёр Говорит Ну у тебя что Позиционируешь Что персонажи Русских сказок Народных И советских мультиков Я говорю А кто сказал Что Карлсон Это шведский герой У меня как-то сын летал В Стокгольм Посетил Я говорю А это моя любимая книга Я говорю Ну ты хоть сходи туда В домик этот На крышу Там есть эта штука Но он на эту экскурсию Не попал Но в музее Стритлингрен был И он рассказывал Что у них там Карлсон Это вообще Это отморозок Сумасшедший Хулиган И так далее Ну это наш герой Следующая песня Ну тоже хочу немножко рассказать С ней было сложно То есть петь её Наверное не так сложно Как получилась эта история На диске У меня на предыдущем Вот на предельных режимах Это такие секреты технические Я скажу Вот я сделал песню Миль Спасибо вам товарищ Миль Ну помните наверное Кто знает И песня была уже готова Кстати вот эту историю У меня однажды Недавно один летчик-испытатель Сравнил с тем Как конструировали самолет Су-27 Когда Симонов просто вот все отменил Когда уже самолет был готов И все начали с белого листа Опять заново И получилась вот эта великолепная машина Ну я не хочу сказать Что получилась великолепная песня Вот здесь немножко другая была история Миль мы когда сделали аранжировку И уже вот Ну она готова была на диск Ну вот я слушаю Ну вот Ну не для этой песни То есть все красиво вроде как бы Все-таки одно дело на гитаре сыграть Когда вот это все Накладывается куча инструментов Хочется чтобы это звучало так как хочется И вот я понимал Что все вроде как красиво Но меня не устраивало А Пойти сначала Это всегда очень сложно Ну Даже хотя бы в принципе Ну как бы банально не звучало Из-за денег Потому что это дорого Во-вторых Как бы ну Опять второй раз этот путь Пройти очень тяжело Это нервы Это Как я говорю Махание шашками Не так А вот так И я тогда вот помню Что ну нашел Какие-то себе силы И вот все К черту стерли Сделали заново Вот так же получилось С песней на этом диске Я все смеюсь Что тогда вертолетная песня Что опять вертолетная песня Тоже она уже была готова И я вот тут между Москвой и Минском Метался на машине Езжу слушаю Ну вот Ну Не так Она какая-то Как-то вот звучит Веселовато А там драма По моему Ну в моем понятии И вот уже А диск уже практически в типографии И вот завернул Быстро сделали Опять вариант Я считаю он получился Такой какой я хотел Ну оцените сами Божья коровка Помню тот солдатик На погрузке Обозвал коровой Вот пижон Все шутил Внутри Мол как в кутузке Что это же Не вооружен Но не до него Когда нон-стопом Кружат мои Восемь лопастей А под ними сердце Где голопом Скачут двадцать тысяч лошадей Это мчатся по небу Голопом Двадцать тысяч ледных лошадей Я ношу в себе Живую силу Как в час пик автобус Я набит Где меня уж только Не носила Блистер помуднел И бог болит Но когда без дела Я кукою Грустно свесив Восемь лопастей Весь табун скучает И тоскуют Двадцать тысяч Летных лошадей Рвутся в небо На земле Тоскуя Двадцать тысяч Летных лошадей Странный менял Пахал как трактор И в режимах И в режимах Чрезвычайных Если надо И не то Покажут Двадцать тысяч Летных лошадей В небе В небе с экипажем Дни и ночи На работе Некогда грустить В левой чашке Пилотяга Летчик Мы с ним вместе Нас не разделить И окружность В небесах Сияет Что рисует Восемь лопастей Как в упряжке Мой пилот Сжимает Двадцать тысяч Летных лошадей Нежно держит ручку Погоняет Двадцать тысяч Летных лошадей А того бойца Я встретил снова Я его запомнил Как летел Тот, что про меня Сказал, коровка Вот пацан Повоевать хотел Пуля дура Догнала Скосила Слава Богу Жив Меня узнал А когда Ко мне на борт Вносили Божьей коровкой Обозвал Прошептал Спасибо На носилках И коровкой Божьей Назвал Божья коровка Полети на небо Там твои детки Кушают конфетки Спасибо Не помню Рассказывал эту историю Леониду Нур Потому что выступаешь много Где-то начинаешь Что-нибудь вспоминать Что-нибудь повеселее Потому что песни Не самые веселые У нас в Минске Есть замечательный Авиационный музей В аэроклубе Минском Это Боровая Такой Ну на окраине Города Минска Там Ну замечательный музей Там на сегодняшний день 45 экспонатов В виде самолетов Вертолетов Он постоянно пополняется Туда очень много Иностранцев ходит Там стоит Ми-26 Такой С зубами нарисованный Ну оригинальный очень Его долго восстанавливали Этот борт Участвовал В ликвидации Последствия Аварийной Чернобыльской АЭС Он не засыпал реактор Но он там летал В общем-то Он дезактивирован Там Ну как бы Опасности не представляет И вот там Директор музея Ну сейчас Перевелся куда-то Полковник Такой замечательный Летчик Ну не летчик Он инженер Он со своеобразным Юмором Вот когда иностранные Группы Приходили Он все время Вот они Он рассказывает Там переводчик И он говорит Вот этот вертолет Ну он самый большой В мире Значит А вот конкретно Вот этот Участвовал В ликвидации Последствия аварии На Чернобыльской АЭС Иностранцы Все сразу И дальше уже Быстрее Быстрее К другому экспонату Вот Но был смешной случай Говорит Однажды Приехал Немец С женой То есть Стоит уточнить Что жена У него русская То есть Она когда-то Вышла замуж Уехала в Германию И видно В каком-то виде Немца воспитала Все-таки Что-то русское В этом есть В том что я расскажу Дальше Он Ну по-русски Неплохо говорил И вот Ну Директор музея Ему рассказывает Всю эту историю Тоже Говорит Вот Вертолет Самый большой в мире Вот он такой большой Вот именно этот был На Чернобыльской АЭС Немец так посмотрел И говорит Ааа Это после Чернобыльской АЭС Он такой большой стал Что-то же должно быть Еще оригинальное На презентации Я вот подумал Я хочу такой конкурс объявить Может быть Знают А может не знают Ну кто-то же угадает Ну там диски-то продаются Но есть вот один Тут даже подписанный Мы напишем Выигрыш ему Вопрос Достаточно Наверное Простой Сколько самолетиков Вот здесь В этой гитаре Вот я буду петь А вы можете считать Там или как Семь Ну считайте Можно по земле ходить Не споря И полечитая километр Ну а кто-то любит Плыть по морю Доверяя жизнь Волнам и ветру Мне земля нужна Лезв для разбега Хоть и не мечтаю я О звездах Ручку на себя Страсту и небо В небе Опираюсь я На воздух Каждый день По жизни Как на фронте Впрочем Я совсем не унываю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю Жизнь порой В штопор загоняет Вирожи и прочие фигуры И в приборе Шарик мой гуляет Лонжерон и стонут И нервюр На петле мне Ветер подпевает Небеса с землей Перевернутся Возмущенный воздух Пусть болтает Главное Мне в горизонт Вернуться Каждый день По жизни Как на фронте Впрочем Я совсем не унываю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю Пусть туман повиснет На полгода Снякотель и дождь Я не тоскую И летаю даже В непогоду Я ведь авиатор И я рискую Я подал на свете Все до краю За мгновения Что на закатах В небе плоскостями Я сверкаю И летаю В трех координатах В небе плоскостями Я сверкаю И летаю В трех координатах Та-дай-дай-дам Пам-па-пам-па-дам-па-дам Пам-па-пам Та-да-дам Па-ра-ра-н Каждый день по жизни Как на фронте Впрочем, я совсем не унываю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю С песенкой по небу Я летаю Вот я вижу некоторых Технически вооруженных людей Они делают фотоснимок Серьезной фототехникой Потом смотрят туда Я понимаю, с какой целью Десять не дают Такое Десять 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 Давайте отдадим приз Девушку А на остерку Девушку Будет и на что Я подписал диск Я помню Не, ну что Кто Какие предложения Десять Десять Нет Девять Семь Нет Кто сказал девять Ну и конечно Он наверное знает Идите сюда, доктор Я его знаю хорошо Но по-моему Он не считал их здесь Я на грифе считал Но он не считал Значит Если только на грифе Значит Вы уже выпили Дорогие Немножко Ну здесь написано Ура Самолетов Девять Девятка И в скобках Девять прописью Держите Ну я просто Чтобы не было Как сказать Инсинуации Поздравляю вас Вот раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Вот здесь Анисимов Сверху пошел Самолетик Восемь Ну должна же была быть Какая-то интрига У меня У меня честно говоря Вот с этой этикеткой Связана история Однажды я Возвращался с концерта Из Харькова Еще до Майданная Украина Меня очень так Бурно там провожали И Ну буквально Уложили в поезд Чего греха дать Ну Это была глухая ночь И Таможня Между Украиной И Россией Я ехал тогда не в Белоруссию А в Россию Она там Ну ночью И В купе Нас было только двое Я Причем на верхней полке Причем-то мне там нравится Там под низом Ну нижняя была пустая И на нижней полке Напротив была бабушка Которая Библию читала Ну бывает Вот Значит Разбудили нас пограничники Ну достаточно вежливые люди В другом смысле слова Значит Я достал паспорт Посмотрели Поставили штамп И все Дальше Они ушли Ну я уже засыпаю Дверь сдвигается Заходят такие сытые люди Ну таможенники Значит Что везем Что везем Там Образно говоря Ну Я говорю Да ничего такого Спиртное Я говорю Везу Сколько Не знаю Как не знаю Сколько влили Столько и везу Вон Вы тут сейчас Дошутитесь Говорит Ну и все В общем Какая-то Муха укусила Доставайте там Сумку Смотрят Сумку А что у вас там Наверху У меня гитара Она не влазит В купе Ну то есть Ее надо Вот когда захочешь Сверху там полка Она Ну я достаю Открываю Ну а инструмент Еще тогда был Только из мастерской Вот только сделан Весь сверкал Говорит Так Сколько коштуется Гитара Я говорю Я не знаю Ну так вы попали У вас проблема А я знаю Что есть там У них по законодательству Я упаси боже Украина Это моя родная страна Я школу там заканчивал Без всяких Это просто сама история Такая веселая Там если Ну вообще Музыкальный инструмент Дороже там Определенной суммы По-моему Что в районе Там тысячи долларов То надо декларировать На ввоз Иначе можно не вывести Ну и все Он мне говорит Это проблема Сколько инструмента Я говорю Откуда вы знаете Сколько он стоит Да вы Как ожидает Что вы такие Разумные Людына Значит у нас Вот компьютер Здесь вот Мы смотрим Марков Инструмента И он там Ну Выдается его цена Я говорю Если он старый Ну есть коэффициенты Я говорю Ну ладно Вот вам мой паспорт Зачем мне не паспорт Я говорю Ну фамилию посмотрите Зачем мне не фамилия Я говорю А там посмотрите А там на этикетке Вот как я уже говорила Николай Анисим Я говорю Ищите Производителя Они вышли И вот эта бабушка Это вообще Финал истории Был просто потрясающий Которая вот Весь вечер и ночь Читала Библию Такая невозмутимая Сидела в очках И такая Очки сняла Лукаво на меня Посмотрю Новые сделали Действительно Как-то получается Много текста Не устали вообще Еще Немножко Нам надо спеть Чтобы диск закончить В плане того Чтобы презентации Вот Вы заметили Наверное Что после каждой песни Я рассказывал О том Ну как бы О вспетой песне Следующая песня Она Все-таки Рассказ ее Предваряет Премьера состоялась Просто на прошлом Концерте Я ее тут С листочка пел Где-то даже сбивался Сейчас уже разучил Но песня действительно Имела историю Предысторию Вертолетчики знают Есть такой Замечательный Вертолетчик Михаил Степанович Сочнюк И группа товарищей Которую он объединил В авиакомпании Петропавловск Авиа В Благовещенске Это авиакомпания При крупном Очень производственном Предприятии Когда Миша создал Эту авиакомпанию Он собрал всех тех Кто с ним воевал В Афганистане В Чечне Это люди Когда они Становят Их там не сильно много Но я все время говорю У вас родинов Килограмм 5-6 Это не шутка Это действительно Там серьезные Боевые награды И они меня приглашали На Ну неоднократно Я там выступал Это была годовщина Вывода войск Из Афганистана Четыре года назад 15 февраля 2012 года Мы туда полетели С группой Голубые береты Я может еще потом расскажу Эту историю Она веселая Выступили Вечером посидели Понятно А утром Они по заданию Полетели там На Рубники Там на север Ну и Север Чисто географически Это Ну там везде холодно Полчаса лета Земли радиограмма Самолет Вертолет разворачивают И наш полет превращается В санитарный рейс Мы залетаем В районный центр Зея Такой есть Две скорых помощи У меня даже фотографии Эти все есть Я там фотографировал Мне интересно было Мужчина и женщина И полетели мы в свободный Это космодром Восточный нынче Там просто более серьезная Больница была Там реанимация приехала Все Их забрали И мы полетели дальше По задаче И я вот как журналист Думаю Да елки-палки Ну ведь Вот Для сюжета Просто потрясающе Вот вчера Эти люди Вспоминали Афганистан Во время той войны Возили раненых Ведь в том числе И тут вот Ну больные Ну те же Те же раненые Как говорится Но как у нас на телевидении Говорят Новость это то что сегодня Завтра это уже история Прошло 4 года История легла Все таки Вот она Бродила Бродила в голове Получилась песенка Не совсем Ну в общем то В принципе так Примерно и было Но есть определенный Художественный вымысел Песня называется Седьмой Человек предполагает А судьба располагает Не узнать дорогу наперед Завернули нас с маршрута Плохо стало там кому-то Мы кладем в виражик вертолет Как сто лет назад В Афгане В правой чашке Друг мой Ваня Между нами Саня Бортовой И усталость трекозою Над бескрайнею тайгою Мы жужжим И фронт здесь Грозовой Где-то в прошлом Пушки-танки Можно жить и на гражданке Главное чтоб Только лишь летать В мирном небе Есть заботы Хватит нам И здесь работать Ведь не всю жизнь Нам воевать Снова пашем сверху Рочно нам в больницу Нужно срочно Вывести кого-то Из тайги И находим мы Средь елок Богом Брошенный поселок Домики Как бабушки Приходилось Приходилось Что-то Бедный фельдшер Приходилось Проглотил язык Примет Санечка Младенца Замотает полотенце Что-то прокричит нам радостно Мужик 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 С Ваней Семь Вот седьмой ряд Мужик Па-па-па-па-па-па-пам Та-та-та-ра-та-ра-там Спасибо Вот Ну я уже говорил Что песня «Я летчик» Есть на диске Это все-таки Из того Что было раньше Хотя там есть Определенный апгрейд Скажем так Как сейчас модное слово Такое И еще одна песня На диске Я вот все-таки Посчитал нужным Ее туда включить Я Я ее перепел Именно из-за этого Собственно и включил Потому что Ну на концертах Поешь Ну мне не очень нравилось Как она была На предыдущей пластинке То есть все Аранжировка меня полностью устраивала Ради обмен там И так далее Ну все-таки Я Ну вам уже потом судить Ну в общем Я ее перепел И как обычно Вылет срочный Знать прижали Наших точно Мы летаем Денно-ночно На свой вечный Риск и страх Наношу планшете Метку Там в квадрате Словно в клетке Задыхается Разведка В этих чертовых Горах Нам поставлена задача Вот еще бы нам удачи Мы торопимся Иначе Там полежит Целый взвод Запускаясь Без газовки Техник Старик Спецовки Хлопнет борт По законцовке Два грача Идут нам Взля Мы не смотрим На пейзажи Надо быть Всегда на страже Среди горы Скал Виражем Эй Браток Не отставай Выхожу Из-за пригорка Осмотрелся Я на горке Ищу по себе Разборки Новый дом И не зевай Эй Внизу Нежесть Пехота Начинается работа Справа Тридцать Пулеметы Мне земля Поперерет До ворот Бросаю Фабы И на выводе Ни слова Словно Я попал В ухабы Заболтала Самолет Трассера Как паутина Маневрирую Активно Шиво Бизная картина Как собрасыва Грачи Прилетели Выручаем Все коньком Нас здесь встречают Над земля Не отвечают Ну разведка Не молчи Я кручусь Улыркаюсь В сотый раз Я зарекаюсь По прилету Увольняюсь Чтоб не я Двухсотый груз Нахрена Пошел я в гачу Вот Ульяновск Все иначе Был бы дом Машина Дача И водил бы арбуз Грач Бедняга Изувечен Я за это им отвечу И несутся мне Навстречу Ярко Красные шары Чудеса Еще бывают Я живой Хоть попадаю Под глаза Мне раскидает Нет спасения От шары Горячо Не просто Жарко Отправляю Из подарки Удержать Попробуй Марку Под свинцовым Кипятком В ППУ Как пушка Танка Грохот Выстрела У полтанка Я как муж В казерной банке По которому Водхом Не попасть бы Нынче В сходку Что б за нас Не пили Водху Я как уж На сковородке Из-за расхода Ван БК Имитирую Атаки Выходить Пора из драки Ведь почти Сухие ваги И подробанных Пока Мне Бак Возжигает Морозом Крачу Стало Клюнул носом Значит Весья Под вопросом Самолет Просто В хлам Но с ума Машина Дышит Слона Держит Кто-то Свыше И в наушники Я слышу Летунды Спасибо вам На обратном Довернули Позади Снаряд И пули Уравнение Вернули Держит В воздухе Грача Борт летит На честном слове А из носа Капли крови Знаете Санчастие На здоровье Плача От врача Дальний Ближний Вот бетонка Порожок Но хлопнет Звонко За рулю Уйду В сторонку И меня Не тормошить Где-то боль Но это Где-то А вокруг Такое Лето Техник Даст Мне сигарету Их Ребята Будем Жить Спасибо Про следующую песню Всегда говорю Ну да Всегда говорю Когда Особенно Это если Вот На Авиасалонах Когда Ну вот Сергеем Валерьевичем Соковым Заместителем командира Авиабазы Кубинка Комментируем Пилотаж Ну Пилотаж Это Ну что тут Говорить Вон там Прошлым Командир Пилотажной Группы Стрижи Заслуженный Военный Летчик России Виктор Селютин Эдуард Жуков Царь А вот Он Прошел Тоже И вот Когда Вот Эта работа Происходит В небе На салонах Так же Как Сергей Леонидович Богдан Андрей Варабай Они же Тоже Вот там На Максе Подходят Люди Там На выноситель Как Как Это Вот Ну как Я говорю Все очень просто Нужно только Научиться летать Всего-то Хочешь Хочешь Научу Тебя Летать Хочешь Расскажу Тебе Как Птицу Искать И Ночью Оттолкнув Поверхность Улететь И Коснувшись Звезд От счастья Петь Главное Хотеть Знаешь Ты Не сможешь Это Позабыть Знаешь Небо Невозможно Не любить Вслед Таешь Облака Листаешь Как Тетрадь Знаешь Небом Можно Обнимать Главное Мечтать Звездной Вышине Впрямь А не Во сне Обмануть Закон Закон Физики Суметь Формулы Поправ Сети Разорвав Изключением Из правил Улететь Шумом Шумом Ветерка Негде Там Облаках Умываясь Что бы хотеть Мечтать Устал Чтобы Любиться Летать И успеть Спеть Веришь Веришь Если верить Сбудется Мечта Веришь Лучшая команда От винта Сумешь Два на два Умножишь Выйдет пять Веришь Ввысь Не сложно Улетать Главное Мечтать Пылью Разлетится Снизу Суета Пылью Обернется Главная Мечта И крылья Не дадут Любовь Твою Убить Знаешь Это небо Можно Пить И главное Любить Звездно И выше Нет Время Они Во сне Обманут Законы Физики Суметь Формулы Поправ Сети Разорвал Исключением Из правил Улететь Шумом Ветерка Где-то В облаках Умываясь Чтоб любить Летать Чтоб любить Летать И успеть Спеть Хочешь Хочешь Научу тебя Летать Спасибо Я вот понял Нельзя суево Так говорить Как я сказал Все очень просто Нужно всего лишь Научиться летать Это очень Мне кажется Вот собственно говоря 13 таких треков Мне иногда говорят Тебя цифра 13 не пугает Сегодня 13 Это мое число Вот Ну а вообще На диске 14 треков В 14-м опять идет Я летчик Это очень Интересный Скажем так Эксперимент Это песня В сопровождении Образцово-показательного Оркестра Вооруженных сил Республики Беларусь Оркестр Был Неоднократно Лауреатом Обладателем Гран-при Фестиваля Военных оркестров Европы Он Когда-то был признан Оркестром года В Европе Есть такой титул Он присуждается Военному оркестру Каждый год Из какой-нибудь страны Ну мы сегодня Не будем ее здесь петь Потому что С транспортниками Не удалось договориться На аэрофлоте 50 музыкантов С инструментами Ну сложно Да и здесь пришлось бы Двигаться Вот Ну это шутка конечно Но большая удача Для меня Ну изначально Вообще это было странно Эта идея родилась В Перми Там проводится Такой фестиваль Крылья Пармы И там Идейный вдохновитель Организатор Юлия Борисовна Ворожцова Однажды мне звонит Это несколько лет назад Она говорит Слушай, говорит А давай мы здесь Вот у нас тут есть Замечательный Пермский губернанский Оркестр военный Они сделают аранжировку Подвину летчика Вот Духовой оркестр Я говорю Ты с ума сошла Она не Ну Я говорю Да ради бога Делайте что хотите Я приезжаю Ну там через полгода На фестиваль Она мне звонит Слушай, тебе же надо На репетицию съездить Туда в дворе с культурой Там оркестр Я говорю Что что-ли сделали Я с таким скепсисом Туда поехал С таким же скепсисом Насколько заслуженный Деятель искусств Российской Федерации Полковник Тверетинова Евгений Александрович Отнесся к тому Когда Юлия Борисовна Его попросила Говорит Давайте сделаем аранжировку От песни Есть человек в Минске И принесла ему диск Он мне потом рассказывал Говорит Я читаю там Ну ладно Я летчик А Пермский край Это край Многих Этих исправительных Учреждений Сталинских Там и так далее И он читает Так Дорога на Воркуту Ну мы не будем Не будем мы это делать Она Нет Ну вот И вот я когда пришел Он мне пожал руку Говорит Вы знаете Я когда послушал диск Понял насколько я Ну не ожидал Это все услышать Вот я настолько же Не ожидал услышать Когда они начали играть Для меня это было просто Ну неожиданно Очень Я сам в духовом оркестре Играл в музыкальной школе На баритоне Такая труба есть Вот И потом вот это дело Родилось именно Этот проект Ну это дорого записать С духовым оркестром Студию В Перми это сделать не удалось Это удалось сделать Применив административный ресурс Министерства обороны Российской Республики Беларусь Что такие В телекомпании Воен ТВ Которая делает иногда сюжеты Про военный оркестр Вот Но было сложно их поймать Они конечно на гастролях Постоянно И в мире И по Беларуси Больше все-таки по миру Издят Очень такой серьезный коллектив И мы сделали это Вот Я думаю что вы это Оцените Оно на диске Вообще конечно странно получилось Лет 20 назад Когда Розенбаум С симфоническим оркестром Спел гоп-стоп И я смеялся Ну какой-то кич такой А друг один у меня Он бортачом летал На Ил-76 Он говорит Анисимов Попомнишь мои слова Когда-нибудь ты с оркестром Я летчик споешь Не прошло и 20 лет Не знал Вот такой получился альбом Очень хочется Чтобы следующий вышел Конечно не через 3 года А раньше Вот Ну надеюсь Все-таки это Получится И ну я все-таки уже Вот эта презентация Она состоялась Ну и прежде чем Утиный перекор Хочу Давно не пел Хочу одну песню спеть Просто я сегодня Вот песню спел На стихи Шпаликова Геннадия Это редкое явление Когда Ну вообще я написал Всего 2 песни На чужие стихи Это люди Которых уже с нами нет Интересная история Опять же Я не хотел ее рассказать Думаю ну ладно Может быть В эфире не смотрят Я фамилии не буду называть И имен Приходят Не буду говорить Из какого города Но приходят письма всякие И вот одна женщина пишет Я значит вот слушала Ваши песни И вот она про эту песню Значит пишет Вы знаете Очень здорово Я как преподаватель литературы Вам скажу Что слог очень хороший И вообще Ну хороший стих Ну я конечно постарался И вежливо ответить Я написал что Ну вы действительно правильно написали Что слог хороший Потому что стихи написал Лауреат Нобелевской премии В области литературы Иосиф Александрович Бродский Это очень Ну Кстати Мало кто этот стих Из знатоков Его знает Почему-то На Бродского очень много Музыки написано И на одни и те же стихи На эту я ни разу не видел Просто мне случайно Когда-то он попался И я вот его читал И у меня уже музыка была в голове Стих 1968 года Он очень необычный Я считаю Это было написано После ввода войск Советского Союза Не только Но варшавского договора В Чехословакии Известные события Письмо генералу Зет Война, ваша светлость Пустая игра Сегодня удача, а завтра дыра Генерал, генерал Генерал Генерал, мы так долго сидим в грязи, что король червей загадя ликует И хукушка без мукушка Впрочем, нас услыхать Как она хукушка без мукушка без мукушка Коли в своих нам не разобраться Генерал, и теперь у меня мандраж Не пойму от чего От стыда ль, от страха ль, от нехватки дам Или просто блаш Не помогает ни врач, ни знахарь От того, наверное, что повар ваш Не разбирает, где соль, где сахар Генерал, я боюсь, мы зажгли в тупик Это месть, пространство, косой сожжение Наши пики ржавеют, наличье пик Это еще не залог мишени И не двинется тень наша дальше нас Даже в закатный час Генерал, вы знаете, я не трус Выйдите досье, наведите справки Как пули я безразличен, но плюс Я не боюсь ни врага, ни ставки Пусть мне прилепят бубновый туз Между лопаток прошу отставки Я не хочу умирать и за двух или трех королей Которых я вообще не видал в глаза Делание в швар, но в пыльных шторах Впрочем, жить за них тоже мне Неохота в твои дня Генерал, мне все надоело Мне скучен крестовый поход Мне скучен вид застывших В моем окне гор перелесков речных Излучен Плохо я жил мир вовне Изучен тем, кто внутри измучен Генерал, птиц не видать, но они слышны Снайпер, томясь от духовной жажды То ли приказ, то ли письмо жены Сидя на ветке, читая тут дважды И берет от скуки художник наш Пушку на карандаш Генерал, только время оценит вас Ваши канны, флеши, коррекогорды В академиях будут впадать в экстаз Ваши баталии и натюрморты Будут служить расширению глаз Взглядов на мир и вообще аорты Генерал, я вам должен сказать, что вы Вроде крылатого льва При входе в некий подъезд Ибо вас, увы, не существует вообще В природе нет Не то чтобы вы мертвы Или же биты Вас нет в колоде Генерал, пусть меня отгадут под суд Я вас хочу ознакомить с телом Сумма страданий дает абсурд Пусть же абсурд управляет телом И домаячит его сосуд Чем-то черным, на чем-то белом Генерал, скажу вам еще одно Генерал, я взял вас для рифмы К слову умирал Что было со мною, но Бог до конца от зерна в полову Не отделил и сейчас ее Употреблять вранье Ночь Мои мысли полны одной Женщины чудной Внутри в профиль То, что творится сейчас со мной Ниже неба, но превыше кровель То, что творится со мной сейчас Не оскорбляет вовсе Генерал, вас нет и речь моя Обращена, как обычно, ныне В трупу стадучьих края Края некой обширной Плохой пустыни Той, что на карте, что вы и я Видеть могли Даже нет и в памине Генерал, если все-таки вы меня Слышите, значит Пустыня прячет Некий оазис В себе маня Сядника этим Осадник, значит Я Я пришпориваю коня Конь-генерал Никуда не скачет Генерал, воевавший всегда как лев Я оставляю пятно на флаге Генерал, вяжи карточный домик Хлев Я пишу вам рапорт Привода в флаге Для переживших великий блеф Жизнь оставляет Клочок бумаги Для переживших великий блеф Жизнь оставляет Клочок бумаги Переход Переход